В Германии маленькая политическая сенсация. Правая партия «Альтернатива для Германии» опередила правящее движение Ангелы Меркель, христианско-демократический союз, на выборах в один из региональных парламентов, причем в родном для канцлера округи. Как это повлияет на политический пейзаж в Берлине, знает Ольга Ходинова. Свою победу над партией Ангелы Меркель, один из лидеров «Альтернативы для Германии», бизнесвумен Фраука Петри празднует в скромном кафе в Шатре возле знаменитого Шверинского замка. Вокруг преданные сторонники и десятки телекамер. Дамы и господа, это начало заката христианских демократов. Мы больше не можем тратить время впустую, чтобы исправлять ужасные ошибки, за которые несут ответственность Фрау Меркель, социал-демократы и предыдущие правительства. Пугающий для правительства прогноз оправдался. В земле Мекленбург, Переднее Померание, правящая партия Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, остается только третьей. Впервые в истории уступая АФД. Лидируют социал-демократы во главе с действующим главой региона. Удар от «Альтернативы для Германии» тем больнее, что эта политическая пощечина лично бундес-канцлерин прилетела из родного для Меркель округа. Здесь ее всегда носили на руках. Но несколько месяцев назад уже начали освистывать. Вот горячий прием в феврале в портовом Штральзунде, который привел лидера ФРГ в явное замешательство. Демонстранты кричат «Долой Меркель!». Канцлер спешит скрыться от толпы в ратуше. А ведь это граждане для встречи, с которыми она и приехала. Оттого и кандидат от христианских демократов на этих выборах признает, что бессилен изменить ситуацию. «Позитивные изменения, которых нам удалось добиться здесь, на месте, ускользают от внимания людей в период кампании. Есть только один главный пункт повестки – миграция. Даже несмотря на то, что для земли Мекленбург переднее помирание – это не самый острый вопрос, мигрантов здесь около 3%, и мы благополучно и быстро решили эту проблему. Но федеральная политика перекрыла все». В своей политике по отношению к мигрантам Меркель продолжает упорствовать. Слова «мы справимся», сказанные год назад, она недавно назвала правильными. По подсчетам, за этот год Германия примет около 300 тысяч мигрантов, а не миллион, как в прошлом. Но положительную статистику портит способ решения проблемы – торг с Турцией, за которую канцлера продолжают осуждать не только внутри страны, но и многие европейские политики. Альтернатива для Германии же играет на контрасте. Выступает за ужесточение миграционной политики, выход Германии из еврозоны, запрет на хиджабы в школах и против строительства минаретов. А еще призывает к отмене антироссийских санкций. Их пренебрежительно называют «правыми популистами», но противопоставить им Берлину пока нечего. Кроме того, поздравления АФД уже летят от единомышленников из Франции и Австрии. Впрочем, какой бы громкой победы над Меркель ни была, политический расклад в регионе успех АФД не изменит. В земельное правительство им пройти не удастся. В коалицию с ними никто вступать не собирается. Сейчас очень важно, как мы будем выстраивать работу с АФД. Я думаю, мы были правы, призывая, не тратьте ваш голос, не тратьте его на тех людей, кто лишь критикует, сеет сомнения, кто не собирается играть конструктивную роль в парламенте. И сейчас нам нужно убедиться, что мы сможем продолжить наш политический курс. Парадоксально, но взлет АФД играет на руку партнером Меркель по правящей коалиции, социал-демократам. СДПГ сейчас самая популярная партия в Германии. Во многом благодаря позиции, которую занял один из ярких ее представителей, глава МИДа Франк Вальтер Штайнмайер. Его заявления в последнее время звучат более взвешенно и конструктивно, чем эмоциональное высказывание фрау Меркель. Судя по опросам, именно кандидат от СДПГ станет следующим канцлером. И Штайнмайер – наиболее вероятная кандидатура. Ольга Ходинова, Вести.